Дмитрию Биволу 31 год Его рекорд 20-0, 11 побед нокаутом Из наиболее известных его оппонентов можно отметить Соливана Барреру, Джо Смита и Сауля Альвареса Обзоры этих боев есть на канале, вы можете их посмотреть, я думаю, вы не разочаруетесь Обязательный претендент Рамирес, ему 31 год Его рекорд очень приличный, 44-0 и 30 побед нокаутом Он был чемпионом мира на категорию ниже во втором среднем весе Там провел 5 защит, перешел в полутяжелый И вот добился статуса обязательного претендента уже на категорию выше Рамирес говорил, что его цель завоевать пояс, оставить наследие и отомстить за Канело Потому что, как мы помним, Дмитрий Бивол в своем прошлом бою, к удивлению многих, перебоксировал самого Канело Альвареса И вот теперь этот бой состоялся Если мы посмотрим, то мы сразу увидим, насколько Гильберт и Рамирес больше, чем Дмитрий Бивол Несмотря на то, что на взвешивании они, в общем-то, показали почти одинаковый вес Но я думаю, что Рамирес набрал килограммов 8-9, никак не меньше То есть он выше, он больше, у него размах рук, конечно, приличней И, кроме того, он левша Поэтому немало специалистов считали, что Гильберт и Рамирес сможет создать серьезные проблемы Дмитрию Биволу И, возможно, забрать пояс Однако в бою что-то пошло не так, я имею в виду для Рамиреса Рамирес почему-то пытался работать вторым номером Почему-то не работал, как он привык Обычно он идет вперед и выбрасывает много ударов, в том числе удары по корпусу Да, здесь периодически Гильберт и Рамирес наносил удары в область печени Но они были какие-то, в общем, достаточно редкие и несистемные Что касается Дмитрия Бивола, он действовал в своей привычной манере Джеб оттягивался назад и встречал своего оппонента сериями ударов Если первые четыре раунда были, ну, такие, достаточно близкие То к середине боя, я думаю, Дмитрий Бивол уже своего оппонента прочувствовал И у Гильберта и Рамиреса начались проблемы Кроме того, Дмитрий Бивол, это было видно в бою, превосходил Рамиреса в скорости рук То есть работа ног и ручная скорость, наверное, это ключевые моменты, которые сделали этот бой таким, как мы его увидели Вот видите, что происходит? Оттягивается Дмитрий Бивол, а потом наносит серию ударов И Рамирес выглядит при этом как-то совсем беспомощно Бой прошел всю дистанцию и по итогам 12 раундов Все судьи со счетом 118-110, 117-111 дважды отдали его в пользу действующего чемпиона Дмитрия Бивола В общем, месть за Канело не удалась А Дмитрий Бивол сказал, что он хочет объединить все пояса в полутяжелом весе Как вы думаете, какие шансы у Дмитрия Бивола это сделать? Напишите свое мнение в комментариях Поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вам понравился этот обзор А с вами был Дмитрий, но не Бивол Всего вам доброго, удачи и, конечно, до новых встреч